Благодарение Богу! Слово всемогущего Бога просвещает и еще освобождает. Да. Но у меня остался один вопрос. Спрашивай. Хочешь обсудить это со всеми вместе? Конечно. Тогда пойдем. Сегодня отличный день. У меня остался вопрос. Все пасторы знают Библию. Они толкуют Библию в церквях и превозносят ее. Нам всегда казалось, что уж они-то должны знать Бога. Так почему же работу воплощенного Бога в последние дни? Большинство пасторов яростно осуждают. Пожалуйста, объясни этот момент. Это так. Пасторы знают Библию и имеют обширные познания в Библии. Все они понимают Библию и знают Бога. Если Восточная Молния – это истинный путь, почему же они осуждают ее и противятся ей? То, что осуждает большинство пасторов и лидеров религиозного сообщества, не может быть истинным путем. Что он скажет? Диаконисе Хон, тут я не согласен с вами. Исследуя, является ли что-то трудом Бога, мы не должны судить по тому, принимает ли это большинство. Вспомните, как Иисус явился исполнить свой труд. Кто же распял Господа Иисуса? Разве не религиозные лидеры, которые знали Библию и часто толковали ее другим? О чем говорит нам этот факт? Тот, кто знает Библию и может толковать ее, не обязательно знает Божий труд. И тем более нельзя утверждать, что он знает Бога. Все иудейские первосвященники, книжники и фарисеи знали Библию. Однако именно они противились Господу Иисусу и осуждали Его. Разве это не факт? Если знающий Библию не понимает даже этого, можно ли считать его понимающим Библию? Если вы полагаетесь на мнение большинства религиозных лидеров и на их основании определяете явление Бога, то разве это не полный абсурд? Настаивая, что нужно слушать религиозных лидеров, разве этим вы не отрицаете явление и работу Господа Иисуса? Это ставит тебя в ряд с фарисеями, людьми, которые противятся Богу. В поиске и исследовании истинного пути нужно исходить из того, присутствует ли в нем работа Святого Духа. Это точный критерий. Основываться на мнении большинства религиозных лидеров – это однозначно противление Богу. Да. Разве факты не подтверждают все мои слова? Да. Все верно. Все верно. Все верно. Мне кажется, Он говорит правду. Правильно сказано. Мы с этим согласны. Я тоже так думаю. Многие верующие придерживаются мнения, что все пасторы знают Библию, часто толкуют и превозносят ее. А значит, они как раз и знают Бога. Но почему, когда Бог снова приходит воплоти, чтобы совершить свою работу в последние дни, эти религиозные пасторы, знающие Библию, яростно осуждают Божью работу последних дней? Это озадачивает многих людей. Но на самом деле это не так трудно понять. В прошлом все фарисеи знали Библию, часто толковали и превозносили ее в синагогах. Но когда пришел Господь Иисус, они яростно воспротивились Ему, преследовали Его и живьем распяли Господа Иисуса на кресте. Это говорит о том, что люди, часто толкующие и превозносящие Библию, не обязательно знают Бога. Все фарисеи умели толковать Библию. Почему же они, зная, что все сказанное Господом – истина, все равно осуждали Его? Если они совершенно не умели распознавать Божий голос, откуда же им было знать Божий характер и сущность? В этом пасторы ничем не отличаются от фарисеев. Хоть они и знают Библию, проповедуют они то немногое, что поняли из богословских теорий, а также о библейских персонажах. Они не могут засвидетельствовать о своем опыте притворения слова Господа в жизнь или об истинном знании Бога. Это говорит о том, что они не испытывают на себе работу Бога и не живут по Божьему Слову. Как же их можно назвать знающими Бога? Их представление о Боге состоит из теоретических понятий и домыслов. Им не известны ни Божий характер, ни Его замысел спасения человечества. И поэтому, когда Бог является выполнить свою работу в последние дни, они прибегают к библейским знаниям для определения слова и работы Бога и оказываются в роли фарисеев, которые верили в Бога, но противились Ему. Давайте зачитаем отрывок из слова всемогущего Бога. Сам человек не может получить истинного знания о Боге. Оно не является тем, что может вообразить сам человек, равно как это и не следствие особого благоволения Святого Духа к одному человеку. Нет, это знание, которое приходит лишь после того, как человек испытал работу, Божью. И это познание Бога, которое приходит только после соприкосновения с фактами работы Божьей. Всемогущий Бог очень ясно все объясняет. Знание Бога приходит через практическое переживание Божьей работы и применение Божьего Слова в жизни и достигается принятием работы Святого Духа. Этого знания не получишь, читая Библию. Да. За тысячелетия никто не обрел истинного знания Бога в результате чтения Библии, как нет ни одного человека, который был очищен и получил Божье одобрение, потому что знал Библию. Вот это мы. Из всех тех, кто когда-либо снискал Божье одобрение, никто не достиг знания Бога из чтения Библии. Только в процессе притворения Божьего Слова в жизнь и подчинения Божьему труду они постепенно обрели истинное знание Бога и страх Божий. Возьмем для примера Авраама и Иова. Оба они превозносили и почитали Бога в своем сердце. Благодаря опыту жизни с Богом, владычествующим над всем, они познали Его всемогущество и мудрость. Они поняли, что человек всем обязан благословению и благодати Божьим, и это понимание дало им истинную веру в Бога. Вот почему они превозносили святое имя Божье даже среди испытаний, что стало прекрасным и потрясающим свидетельством и получили в результате Божье благословение. Петр признал в Господе Иисусе Христа, Сына Бога Живаго, не потому, что хорошо изучил Ветхий Завет, а потому, что искал истину и на деле повиновался слову и труду Господа Иисуса, и Святой Дух работал в нем, и Он постепенно познавал Божью привлекательность, Его характер, Его сущность и качество. В результате Он пришел к высшей любви к Богу и послушанию до смерти, и это стало прекрасным и громким свидетельством о Боге. Кроме того, когда Господь Иисус совершал Свой труд, те, кто следовал за Ним, ощущали в Его словах власть и силу. Они узнали голос Божий и решили следовать за Господом Иисусом. Их проповедь Евангелия Господа Иисуса стала прекрасным и громким свидетельством. Замечательно! Чудесно! Когда Бог вновь пришел воплоти совершить свою работу в последние дни, многие люди, никогда не верившие в Господа и не читавшие Библию, все же отыскали работу Святого Духа, приняв в суд Слово Всемогущего Бога и покорившись Ему. Они постепенно обрели истинное знание Бога и послушание Ему, и в жестоких гонениях со стороны коммунистического режима явили победоносное свидетельство. Это очевидный для всех факт. Это чудесные новости. Вот это да. Здорово! Прекрасно! Только о тех, кто испытал в жизни работу Бога и служит ярким свидетельством Ему, можно сказать, они подлинно знают Бога и послушны Ему. Тех же, кто только толкует Библию, но не несет настоящего свидетельства, следует считать религиозными шарлатанами. Такие религиозные фарисеи и пасторы презирают и ненавидят истину. Они изучают и объясняют Библию не потому, что ищут истину и знание Бога. Они делают это лишь для того, чтобы хвастаться, обманывать людей и завлекать их в свои сети. Когда Бог является воплоти, чтобы завершить свою работу, даже в возвещающем истину Христе они видят врага, по сути, снова распиная Бога и тем самым навлекая на себя Его проклятие. Это полностью разоблачает их антихристовую сущность, которая ненавидит истину и противится Богу. В последние дни работа воплощенного Бога обнажила суть всех людей и отделила одних от других. Божья работа поистине всесильна и мудра. Верно. Это общение на многое открывает глаза. Знания Бога можно достичь, если жить по Божьему слову и открываться для работы Святого Духа. Да. Раньше мы думали, что эти религиозные пасторы, которые знают Библию и умеют ее изъяснять, знают Бога. Похоже, это большое заблуждение. Все слова, которые возвестил всемогущий Бог, есть истина и голос Божий. Большинство пасторов не только не признают этого, но даже яростно осуждают и противятся. Это лишь подтверждает, что они не знают Бога. Хорошо сказано. Да. Если люди, верующие в Бога, не любят истину и не стараются жить по Божьему слову, значит, они не испытывают на себе Божью работу. Если людей интересует накопление библейских знаний для хвостовства, для повышения своего статуса, чтобы им поклонялись и за ними следовали, то они превратятся в лицемерных фарисеев. Позвольте зачитать отрывок из слова всемогущего Бога. Те, кого интересуют лишь слова из Библии, кого не интересует истина или кого вовсе совершенно не интересует поиск моих следов, противостоят мне, так как они ограничивают меня Библией, сковывают меня рамками Библии, то есть в отношении меня они проявляют крайнее богохульство. Разве такие люди могут предстать передо мной? Они не обращают внимания на мои деяния, мою волю и истину. Вместо этого они одержимы словами, убийственными словами. Разве могут такие люди иметь совместимость со мной? Я зачитаю дальше. Те, кто читают Библию в величественных церквях, ежедневно декламируют Писание, однако ни один из них не понимает цели Божьего труда. Ни один не способен познать Бога. Более того, ни один не находится в согласии с Божьим сердцем. Они все бесполезные, отвратительные люди, каждый из которых пытается свысока учить Бога. Несмотря на то, что они размахивают именем Бога, они сознательно противостоят Ему. И хотя они наклеивают на себя ярлык верующих в Бога, они являются теми, кто ест человеческую плоть и пьет кровь человека. Все подобные люди – это дьяволы, которые пожирают человеческую душу. Это демоны, которые целенаправленно мешают тем, кто пытается встать на правильный путь. Это камни преткновения, затрудняющие путь тех, кто стремится к Богу. Несмотря на то, что эти люди состоят из крепкой плоти, как их последователям узнать, что те являются антихристами, которые заводят человека в противостояние с Богом? Как им узнать, что это дьяволы во плоти, которые нарочно охотятся за душами, чтобы их поглотить? Те, кто превозносит себя перед Богом, являются самыми низменными из людей, а те, кто смиряет себя, являются самыми достойными. Те, кто воображает, что знает Божий труд и с большой помпой возвещает другим о Божьем труде, кто в то же время смотрит своими глазами на Него, являются самыми невежественными из людей. Таковы те, у кого нет свидетельства о Боге. Таковы те, кто высокомерен и самодоволен. Слова всемогущего Бога полностью разоблачили полную ненависть к истине сущность фарисеев, пасторов и лидеров. Они изучают Библию и объясняют ее другим только для того, чтобы выделяться и хвастаться, чтобы использовать ее для обмана, а также для защиты своего положения и благосостояния, а не для того, чтобы сообщать истину и превозносить Бога и приводить к Нему людей. Они напускают на себя набожность, но в их сердцах нет ни капли почтения к Богу. Когда всемогущий Бог возвещает истину и совершает свою работу суда в последние дни, такие люди для защиты своего положения и благосостояния не побрезгуют ничем, станут сочинять слухи, распространять ложь, ограничивая Бога и осуждая Божью работу в последние дни, говоря, все слова и деяния Бога заключены в Библии, все, что не записано в Библии, ересь. И верить в Бога значит верить в Библию. Библия представляет Бога. И так далее, распространяя всевозможные заблуждения, чтобы обманывать людей и не давать им искать истинный путь. Так вот. пастори заботиться всемогущему Богу. Интересно оживленное беседе. Да, видимо, так. Получается, когда пасторы пользуются своим правом разъяснять Библию, чтобы истолковывать ее привратно и вне контекста, чтобы ограничивать Бога и противиться Ему, то делают они это в силу своей сатанинской природы, ненавидящей истину. На протяжении всей истории религиозным миром правили лицемерные фарисеи и антихристы. Они поклоняются Библии и превозносят ее только для того, чтобы обманывать и контролировать Божьих избранных людей, а также укреплять свой статус, а не чтобы превозносить Бога и свидетельствовать о Боге или помогать людям познавать реальность истины и приводить их к Богу. Поэтому, когда всемогущий Бог приходит исполнять свой труд последних дней, сатанинская природа религиозных лидеров в полное противление Богу вскрывается под предлогом сохранения истинного пути и заботы о пастве, они противятся всемогущему Богу Христу последних дней, противостоя Богу всем религиозным сообществам. Неужели вы не видите ясно этот факт? Я очень многое вынес для себя. из беседы с вами. Она помогла мне увидеть сатанинскую природу пасторов, полную ненависти к истине. Они толкуют Библию вне контекста, чтобы ограничивать Бога и осуждать Божью работу, изощряясь в измышлении самых разных слухов, чтобы вводить людей в заблуждение. И все для того, чтобы держать людей под своим контролем и не давать им искать и исследовать истинный путь. Их противление Богу слишком уж очевидно. Да, да, да. Я не думал, что они могут быть так злые и коварны. Ради своего положения и благосостояния они готовы причинять нам вред и губить нашу жизнь. У них действительно черные сердца. они и вправду демоны, пожирающие души. Зачем они так коварны? Почему? Они так коварны? И только слово всемогущего Бога спасло нас от рабства религиозных фарисеев. Аминь. Мы благодарим всемогущего Бога. Аминь. Аминь. То есть пасторы толкуют Библию в свою пользу ради выгоды. Мы не понимали и слепо верили в них и поклонялись им. Как глупы мы были. Да. Они боятся лишиться своего статуса и доходов и изо всех сил стараются нас контролировать, запрещая нам искать труд всемогущего Бога в последние дни. Разве этим они не вредят нам и не губят нас? Губят. Губят. Эти пасторы действительно очень коварны и злы. Да. Библейские знания, пересказываемые пасторами, одна демагогия. Именно. В их словах нет опыта переживания и познания Божьего Слова и Его работы. Конечно. А как они свидетельствуют о Боге? Только чтобы выделяться и превозносить себя самих. Они не учат нас жить по слову Господа и испытывать на себе Его работу. Да. Это правда. В итоге, после стольких лет веры в Бога, мы не понимаем истину и не имеем истинного знания Господа. Верно. Да. Мы верим в Господа, но Его нужно возвеличивать. А мы верим в пасторов и поклоняемся им. Во всем их слушайся, повинуйся им. Откуда взяться Божьему одобрению? Да. Астеры жестоко обманули нас. Это так. Верно. Это так. Да. Не будь этой беседы о слове всемогущего Бога, мы бы до сих пор считали, что эти люди точно знают Бога, так как они знают Библию и могут ее объяснять. Почитали бы в своем сердце и верили, что с их помощью попадем в Царство Небесное. Мы ужасно слепы, ужасно глупы. Это верно. Очень хорошо. Хорошо, что мы сегодня пришли. Если бы не сегодняшняя беседа, мы бы до сих пор пребывали в неведении. И то правда. Да. Верно. Всемогущий Бог трудится уже много лет и произвел множество победителей. Его работа близится к завершению, а мы все верили лжи пасторов, слепо веря в Библию и неотступно следуя ей. Мы отвергали Божью работу последних дней и глядели в небо, ожидая Спасителя на светлых облаках. Мы не знали, что едва не упустили возможность стать победителями. Верно. Если бы не поиски слова всемогущего Бога в интернете, мы бы до сих пор слушали ложь пасторов. Возможно, мы никогда бы не услышали голос Господа и не приветствовали Его явление. Да. Это так. Верно. Уже, как и предсказывалось, было четыре кровавых луны. Уже начались великие бедствия. Да. Это верно. Если бы всемогущий Бог не спас нас по милости своей, ждал бы нас плач и скрежет зубов посреди бедствий. Да, и правда. Это и правда большая опасность. Благодарение всемогущему Богу за наше спасение. Аминь. Благодарение всемогущему Богу. Аминь. Мы наконец-то приняли Господа. Аминь. Замечательно. Ну, надо же. Я и не думал, что приму Господа на своем веку. Это величайшая честь для меня. Аминь. Благодарение всемогущему Богу. Аминь. Да. Чудесно. Мы очень и проникновенные дни. Да. Мы щедро благословлены. Аминь. Аминь. Да. Я благодарю всемогущего Бога за мое спасение. Аминь. Аминь. Надо же, все эти годы я считал себя верующим в Бога, а поклонялся и следовал людям. я был жертвой обмана и контроля пасторов. Я даже слепо верил в Библию и поклонялся ей, постоянно ограничивая и заменяя ей Бога, считая, что верить в Бога значит верить в Библию и что отход от Библии говорит об отсутствии веры. Все это, как оковы, крепко сковывало и удерживало меня в плену и не давало мне следовать за Богом. Слепая вера в Библию и поклонение ей, а также почтение к фарисеям, следование за ними, стали преградами на пути моего принятия Божьей работы в последние дни. И постоянно мешали мне изучать и исследовать работу всемогущего Бога. Сегодня слово всемогущего Бога научило меня различать лицемерную сущность пасторов, помогло освободиться из-под их контроля и дало возможность пристать пред Божьим престолом. Аминь! Аминь! Я так благодарен за возвышение и благодать, полученные от всемогущего Бога. Аминь! Аминь! Отныне я буду следовать истинным путем и свидетельствовать о работе всемогущего Бога в последние дни, чтобы поскорее привести братьев и сестер к Богу и так отплатить за Его любовь и спасение. Аминь! Благодарение всемогущему Богу! Аминь! Аминь! Спасибо. Спасибо, что пришли. Вот, возьмите. Спасибо вам. Добрый день. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказанные книги давно ждут. Это они? Да. Спасибо. В этот раз Евангелие приняли много людей. Да. Это работа Бога. Все это Его благословение. Верно. Нам нужно идти. Хорошо. Всего хорошего. До встречи. И вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я помогу. Да, вот, спасибо. Как отлично вышло. Субтитры создавал DimaTorzok